Застройка микрорайона Птицефабрика волнует жителей. Сотрудники администрации и компании застройщика вошли в специально созданную рабочую группу. Она встретилась с тамилинцами, чтобы отчитаться в проделанной работе и зафиксировать все пожелания переселенцев. Стоит только вот эти стены тронуть, так оттуда сразу, даже не говоря уже про то, что сверлить ее, даже если просто забить обычный гвоздь, то там сыпется цемент и песок и получаются огромные дыры. Осыпающийся стены и потолок, плесень, сырость, гнилые перекрытия и лопнувшее терпение жителей. Все 25 лет Ларисе Вильгемовне приходится ремонтировать квартиру ежегодно. Десятому дому микрорайона Птицефабрика без малого 90 лет. Такие меры на здание уже не действуют. Мы очень хотим, чтобы наш дом скорее расселили, чтобы мы хоть немножечко пожили, как нормальные люди, чтобы наши дети не позорились, потому что им даже стыдно друзей пригласить в такой дом. Чтобы здесь был красивый, благоустроенный микрорайон. Как только стало известно, что микрорайон Птицефабрика ждет второе дыхание, у тамиленцев возникло немало вопросов. Чтобы дать на них ответы и рассказать, какие шаги предпринимаются для расселения ветхих и аварийных домов, глава округа провел встречу с населением. Есть территории, где требуется снос. Мы за эти годы целый ряд вопросов решили. И тем не менее, как-то скажу, эти вопросы всегда решаются непросто. Начиная от того, кто-то проживает в жилом доме двух-трехэтажном, те хотят выехать. Те, кто, скажем, где-то рядом проживает, их не всегда это устраивает. Мы всегда ищем какую-то золотую середину. Также на встрече жители Птицефабрики обсудили вопросы, которые возникли с самого начала застройки микрорайона. Уже через неделю представители администрации и компаний-застройщиков встретились с тамиленцами снова. Инициативная группа жителей принимала выполненные по их просьбам работы. Так, на территории школы организован второй дополнительный вход. К калитке проложена пешеходная дорожка с освещением. Установили калитку, поставили домофон, обеспечили все необходимыми средствами безопасности, которые требуются. И, собственно говоря, дорожку эту довели непосредственно до зданий школы. По строительному забору мы установили козырек безопасности, для того, чтобы избежать каких-то возможных негативных последствий. Также вблизи учреждения организовали парковку для родителей и школьников. Без внимания не оставили претензию о плохом обзоре. Для водителей при выйде на Рязанское шоссе теперь там стоит светопрозрачный забор. Для пешеходов вдоль дороги делают тротуар, который будет заслонен от проезжей части. Всего этого удалось достигнуть благодаря тесной связи жителей с представителями компании-застройщика. Создались парковочные места, где можно теперь проехать, пройти по тропинкам, все расчистили, все стало чисто и аккуратно. И это все быстро урегулировали, все убрали, все расположили и оградили. Все хорошо стало. Одна из приоритетных задач застройщика на сегодня – информирование жителей о проводимых работах. Уже на этой неделе, 30 января, в микрорайоне откроют офис. Сотрудники компании ответят жителям на все вопросы, по которым еще не достигнуто понимания. Офис будет работать по четвергам и пятницам с 10 до 13 часов. Адрес – микрорайон птицефабрика, дом 4, дропе 1. И будьте в курсе самых важных событий.